Всем привет! Если вы сейчас зашли на это видео, посмотрели на меня и подумали Ой, Ира, что-то у тебя сегодня макияж какой-то не очень Так и должно быть, потому что мы сегодня с вами будем делать макияж с самой ужасной косметикой, которая есть у меня в коллекции Конечно, все, о чем я буду говорить в этом видео, это только лишь мое субъективное мнение И, как я всегда говорю, если наши вкусы в чем-то сходятся и вам нравится то же самое, что нравится мне то, скорее всего, и не понравится то же самое И в прошлом видео такого рода я бы просто вам показывала разные баночки рассказывала о своих впечатлениях и мне кажется, что это получилось не настолько наглядно как если бы я взяла и вот все это наносила себе на лицо Сегодня я пошла именно этой дорогой и все, о чем я буду вам рассказывать, я также буду наносить себе на лицо Что ж, давайте приступать Ох, я просто совсем сегодня не предвкушаю макияж Ладно, ничего, я надеюсь, мы с вами справимся и сделаем его хотя бы более-менее презентабельным Хотя, знаете, наверное, когда я делаю обзор на какие-то линейки и там попадается среди всего прочего там один, ну, два каких-то не очень продукта то в целом на макияж это не очень сильно влияет Но когда абсолютно каждый продукт то я сомневаюсь, что в итоге общий макияж будет красивым Вот честно Для храбрости Начинать мы с вами будем, как обычно, с глаз И первое, что я буду использовать, это консилер в качестве базы Консилер, который мне вообще не понравился Вот просто ни капельки Это консилер от L'Oreal Infallible More Than Concealer Чем больше я его использую, тем больше я понимаю насколько он плотный выглядит маской пересушивает Причем это ненужные такие характеристики это, вернее, не те характеристики которые идут обязательно с плотным покрытием Вот есть отличный пример NYX Can't Stop, Won't Stop Очень круто перекрывает Плотное у него действительно покрытие справляется и с прыщиками и с покраснениями и с пигментными пятнами На него можно положиться, в принципе, в любой ситуации Но при этом Ну, конечно, он не будет выглядеть там прям супер натурально на лице Но он выглядит нормально Тогда, когда вот это выглядит так как будто вы себя просто-напросто заштукатурили так что это видно за 10 километров Вот этот консилер обязательно нужно чем-то закреплять И вот, кстати, посмотрите, прошло буквально пару секунд и он уже начинает скатываться у меня на глазах В качестве пудры я буду использовать пудру рассыпчатую Avon Mark Это Magic HD Finishing Powder Ну, не знаю, что в ней такого магического Я не могу сказать тоже, что она прям отвратительная Знаете, что это такая прям ужасная пудра что к ней даже и близко подходить нельзя Нет, знаете, это обычная дешевая пудра по ощущениям Причем мне не хочется сейчас обидеть бюджетные продукты потому что есть действительно дешевые пудры но которые неплохие которые очень многим нравятся Но вот это вот просто, знаете, почему я ее назвала именно так? Потому что бывает такая косметика, которую ты наносишь ну и видишь, что вот как-то выглядит дешево Опять-таки, не так, чтобы прям отвратительно ну и не впечатлило тоже абсолютно А я прерываю это видео для рекламной вставки Наверняка многие из вас любят шоппинг онлайн Так вот, нет абсолютно никакой причины, чтобы не попытаться сэкономить дополнительно А самый лучший и гарантированный способ сэкономить в вашем любимом магазине это использовать кэшбэк-сервис SmartySale Лично я абсолютно всегда использую кэшбэк-сервис когда я делаю покупки онлайн потому что можешь этого и не заметить но так по чуть-чуть, по чуть-чуть на балансе реально копится очень приличная сумма и за несколько месяцев я там собираю такую сумму которую мне очень приятно вывести потом на карту и снова потратить на шоппинг В SmartySale вы найдете более 1100 магазинов и все самые популярные, такие как Алиэкспресс, Asos, iHerb, Lamoda, NYX Cosmetics и многие-многие другие SmartySale предоставляет выгодные комиссии аж до 50% Если вы любитель пошопиться с телефона то можно совершать покупки проще благодаря удобному мобильному приложению SmartySale которое можно скачать как на Android, так и на iOS А если вы в чем-то не уверены или хотели бы уточнить то у SmartySale есть круглосуточная поддержка которая всегда поможет с заказом Вот подумайте, без кэшбэка вы просто тратите деньги на свой заказ и все Так почему бы не попытаться хотя бы часть от этого вернуть? Обязательно зацените SmartySale, сохраните его в закладке и скачайте приложение Вы здесь ничего не теряете, но гарантированно будете копить деньги с каждой покупки Ссылка на SmartySale будет в описании и эта часть видео была выполнена на коммерческой основе А теперь назад к нашей основной теме В качестве теней это просто моя боль потому что я сейчас понимаю, что я скорее всего не смогу сделать нормальный макияж как бы мне того не хотелось потому что я буду использовать палетку, которая просто абсолютно мне не понравилась И это палетка от Lamelle Nude Beauty У меня это оттенок 12-2 И вы знаете, после того, как я сделала обзор Lamelle и рассказала, насколько она мне не нравится Я получила даже несколько комментариев от вас, что вам она нравится Не могу сказать, что было много комментариев Ну там может быть 1-2 комментария было по поводу того, что вы считаете, что это классная палетка Я считаю, она может понравиться тому, кто очень сильно боится цвета Вот просто панический страх перед оттенками Потому что здесь в этой палетке какой оттенок ни возьми получается такое что-то еле-еле припыленное непонятно какого цвета Это просто что-то серая каша какая-то А если я хочу сделать очень светлый макияж то я скорее возьму просто все равно хорошего качества тени но светлый оттенок и сделаю там какую-то легенькую тушевку Я не хочу смотреть на вот такой вот темно-темно-темно-серый цвет и понимать, что от него я могу получить ну максимум какую-то вот такую вот серую пыль Если, к примеру, представить, что это палетка Colourpop я бы начала тушевку с какого-то вот такого вот оттенка посчитав его транзитным Сейчас я вам покажу Во-первых, зацените, насколько сильно они пылят А во-вторых, вот я начинаю тушевать и у меня вопрос, где, где эти тени, где пигмент вообще Вот зачем этот оттенок находится в палетке, если вообще его не видно Давайте теперь попробуем усилить его вот этим вот оттенком Ну я уже знаю наперед, что опять-таки ничего не произойдет Чем темнее я начинаю использовать оттенки, тем больше проявляется вот эта такая серость Ну и теперь давайте я не буду прям на каждом останавливаться Я сейчас начну использовать все оттенки вот по очереди Вплоть до вот этого темно-серого И просто вы посмотрите, как они тушуются, как они наслаиваются Ну конкретно я уже прям каждый комментировать не буду Потому что, по сути, комментарии-то одни и те же будут Ну вот скажите мне, что это? Разве можно сказать, что это красиво? Я считаю, это, конечно, только мое мнение Это отвратительно выглядит Абсолютно нет пигментации в этих тенях Глубину макияжа я вообще не могу создать Потому что все оттенки очень блеклые В качестве теней я, кстати, подготовила не только эту палетку, как провальную Я еще здесь приготовила вот эти вот однушки от Faberlic Тоже считаю, абсолютно неоправданная их стоимость Потому что с ними, в принципе, такая же история Они очень мало пигментированы Пыльную какую-то тушевку создают Вот что-то наподобие того, что я сделала с помощью ламель Получается и с помощью вот этих вот однушек Только для того, чтобы купить вот эти все однушки Вы потратите реально немало денег Но при этом абсолютно не получите то качество Которое могли бы получить, если бы купили что-то другое А я сейчас нанесу еще консилер от L'Oreal под глаза Запахом тоже у него так себе На нижнем веке я не хочу делать тушевку теми же оттенками ламель Потому что это будет, ну, слишком серо и слишком как-то пыльно и невзрачно для меня То есть у меня реально будет такой больной вид, если я так сделаю Я попробую сейчас на нижнем веке использовать вот эти вот тени от Faberlic Вот это я не могу сказать, что прям отвратительные тени Но опять-таки, мне кажется, это слишком дорого стоит за то, что вы получаете И вы знаете, этот макияж бы могла сейчас спасти еще хорошая тушь или накладные ресницы Но, к сожалению, в этом видео мне это не позволено Поэтому я буду использовать самую ужасную тушь, которая только у меня есть в коллекции И это тушь от Pierre René, которая называется Long Lash Mascara Как я и сказала в своем узоре, у меня такое впечатление, что она испортилась уже Ужасно сухая И из-за этого не хочет переноситься на ресницы Короче... В качестве тона я сегодня буду использовать тональную основу от Essence Которая называется You Better Work Вообще, это тонирующий дневной крем, как они это называют Главная претензия у меня к ней, это ее оттенок Потому что у меня самый светлый оттенок, 10 Light Но он ужасно просто оранжевый И большинству, мне кажется, все-таки это не подойдет Опять-таки, когда я делала обзор на этот тонирующий крем Я получила один комментарий И она сказала, что ей наоборот нравится Что у этой тональной основы вот такой вот оранжевый оттенок Потому что ее задолбало, что все самые светлые оттенки всегда розовые А у нее более теплый оттенок кожи И она никогда себе не может найти нормальный тон Поэтому, если у вас тоже очень теплая кожа Вот прям вот оранжевого такого вот подтона То вполне возможно, что вам этот тон понравится Но у меня тоже кожа с теплым подтоном Но все-таки даже для меня это перебор с оранжевым цветом И она, кстати, еще окисляется немножко со временем Поэтому через, там, минут, я не знаю, 10 Вот даже два свотча Ну, как свотча Две кляксы, типа, которые я поставила А вот эта, которая более старая Она еще более оранжевая, чем вот эта свежая Абсолютно просто ничего не перекрывает Просто выравнивает общий тон лица Но все-таки ощущения от тона достаточно приятные Очень такое вот легкое, невесомое покрытие Приятно ощущается на коже Как будто очень легкий увлажняющий крем Вот как-то так И раз мы с вами сделали уже супер оранжевое лицо То мне кажется, здесь будет логичным Использование аналогичного бронзера Бронзер, который я вообще не поняла Это бронзер от Catrice Который называется Bouncy Bronzer Это гелеобразный такой вот желейный продукт Ладно, я могу предположить, что вам нравится Как выглядят кремовые продукты у вас на лице Поэтому вы отдаете предпочтение кремовым Ну тогда используйте скорее кремовый А не все равно вот такой вот желейный продукт Вот эта желейная текстура Это скорее геморрой, чем какой-то красивый эффект Для меня это что-то очень странное Как я уже и сказала На мой взгляд Это подойдет только тем У кого очень такая загорелая Оливковая кожа Вот тогда это возможно будет выглядеть красиво Я вообще так и не поняла Как это можно нормально нанести Вот сколько разных способов я пробовала Все равно выглядит как-то пятнисто Я пробовала наносить изначально на кисть В кисти растушевывать, потом наносить это на лицо Пятна получается Вот сейчас вот попробовала сначала нанести вот так вот на лицо И растушевать синтетической кистью Все равно какое-то вот как грязное ощущение Пятнистое такое ощущение на лице получается Давайте сейчас попробуем спонжем растушевать Ну вот да, наверное спонжем Хотя нет Все равно получается пятна А еще если немножко переборщить Это будет выглядеть супер металликом И скорее будет напоминать макияж живой статую Нежели просто живого человека Хайлайтером я вас тоже сейчас не порадую Хотя мне кажется я когда его покажу Многие удивятся И многие даже возможно возмутятся И скажут Как ты посмела? Это же мой самый любимый хайлайтер Но я убедилась в своем мнении После обзора на ламель И я сейчас буду наносить хайлайтер от ламель Который называется HD Highlighting Powder У меня это оттенок 101 Я не знаю в чем конкретно проблема Может быть у них что-то с оттенками Потому что мне кто-то говорил Что 101 оттенок Это прям очень красивый Такой песочный цвет Но у меня 101 оттенок Это супер белесый Прям вот такой вот цвет мела просто И вот это как раз я считаю Главной его проблемой Потому что в целом Он может даже и неплохо выглядит Но для меня это слишком белый оттенок Который уже скорее выглядит Как белая полоса у меня на лице И я как раз таки убедилась в своем мнении После ваших комментариев Потому что я в своем обзоре сказала Что возможно это будет симпатично выглядеть На более светлых оттенках кожи Но мне пришли ответы Что даже на супер светлом оттенке кожи Все равно это выглядит инородно Я вам советую свочить это в магазине Если вам по свочу понравится этот оттенок И он не будет вот таким вот прям Совсем перламутрово белым То может тогда берите Ну либо берите если вам нравится Вот такой вот прям супер белесый перламутр С бровями мне нужно было прям Немножко так подумать Потому что я перебрала свою коллекцию косметики И я не нашла в принципе ничего ужаснейшего По качеству Но с бровями мы знаем как важны оттенки И иногда производители умудряются делать Вот прям супер классные универсальные оттенки Которые подходят вот прям Под большинство цветотипов А бывает так что вот вся линейка Просто какой-то ад И если кому-то возможно Под какой-то определенный цветотип Это подойдет Но вот называть это знаете оттенком брюнет И рассчитывать на то что это брюнеткам подойдет Ну как-то очень дерзко И я сейчас говорю о карандаше от Revolution Pro Это как раз таки оттенок брюнет И этот брюнет ну просто супер рыжий Хотя вы знаете мне кажется эту проблему легко было решить Назвав этот оттенок правильно Вот если бы они назвали его типа Caramel Brown То есть карамельно-коричневый То тогда сразу себе представляешь оттенок Что это будет такой какой-то рыжеватый коричневый И вот кстати под мое омбре Вот когда я ходила с омбре Вот этот оттенок подошел бы мне кажется идеально То есть не то чтобы он прям совсем отвратительный Который вообще никому не подойдет Но в то же время ну это не брюнет И для губ я оставила не менее гаденький продукт И это блески от Faberlic Из линейки Sweet Berry Мне абсолютно вот просто ни капельки, ни грамма Не нравится эта текстура Это очень такой вот густой и противный блеск Который знаете вот смыкаешь губы А потом вот прям полоски у тебя соединяются Между верхней и нижней губой Вот просто бэээ И еще пигмент у этой помады абсолютно неравномерный Где-то она полосит, где-то больше пигмента, где-то меньше А еще видите как она собирается Ну что ж у меня даже нечего добавить И вы знаете я вас призываю здесь думать самим И анализировать то что я в основном показывала в нанесении Потому что независимо от того что я говорю Потому что все это мое субъективное мнение Вы сами в процессе можете смотреть насколько вам нравится нанесение Насколько вам нравится финальный эффект Или же это наоборот абсолютно не ваше Лично мне эта косметика не нравится Я ее не использую И я считаю что на рынке полно более достойных аналогов И аналоги эти я от вас не скрываю Потому что у меня на канале часто выходят видео В стиле макияж моими фаворитами И лучшая там бюджетная косметика Лучшая люксовая косметика и так далее Поэтому если вы думаете чем это можно заменить Если вы что-то планировали из этого покупать И сейчас немножко засомневались То можете посмотреть мои другие видео Возможно они помогут вам определиться Пожалуйста не обижайтесь Если что-то из использованного является вашим фаворитом Конечно же продолжайте этим пользоваться Если вам нравится эффект который создается у вас на лице Я здесь абсолютно не против А у меня на этом все Если вам понравилось это видео Обязательно поставьте ему палец вверх Если вы еще не подписаны на мой канал Обязательно подписывайтесь Это можно сделать нажав на круглую иконку вот здесь И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео Если вы их еще не смотрели Вот советую их посмотреть Потому что они скорее всего более позитивные А если вы их смотрели То мы с вами встретимся в моем новом выпуске Через несколько дней Продолжение следует... Субтитры создал DimaTorzok